Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим, как справляться со страхами и с паническими атаками, потому что это слово упорно вводят в наш лексикон, так же как слово ввели депрессия и много других слов. На самом деле очень важно разобраться, что это такое, потому что если это действительно атака, то важно эту атаку обнаружить и отразить. А если это какой-то страх у вас, то есть вы, например, что-то увидели, у вас внутри что-то включилось, какое-то ощущение в теле, да, обычно это где-то в животе, оцепенение и так далее, то это совершенно другое. Поэтому, когда мы говорим о каких-то внутренних вещах, страхах, то есть, например, может, увидели там, например, черную кошку, или идете ночью по улице, и вдруг появляется такое какое-то ощущение, что на вас кто-то нападет, или оно может появиться вдруг, внезапно, даже вы не отследили, почему оно появилось. Это все, конечно же, включение каких-то внутренних вещей. Они включаются потому, что уже накопилось большое количество негативных ощущений. То есть, возможно, что-то было в прошлом, то есть, какое-то, ну, скажем так, насилие, какое-то подавление, да, то есть, что-то делалось такое, что разрушало вашу жизнь. И теперь при, тогда, когда наблюдаются сходные какие-то вещи, например, да, то оно включается. То есть, это может быть сходный голос или какие-то обстоятельства, увидели какой-то предмет, который был в том случае, или человек сказал какие-то похожие слова на то, что говорилось тогда. И это все включает. То есть, например, если в случае было там, они меня сейчас убьют, и вы услышали вдруг это слово где-то там по телевизору, или вам кто-то сказал из ваших там близких, друзей, знакомых, или просто на улице услышали, то это может включить ощущение страха, ощущение беспокойства. То есть, может включить состояние даже депрессии. Когда же мы говорим о панических атаках, то тут действительно важно понять, что если это атака, то кто-то атакует. И посмотрите, кто атакует вас. Потому что сейчас атаки очень распространены, огромное количество средств, с помощью которых можно производить атаки. Это и спутники, и средства сотовой связи, и спецсредства, которые могут вызывать у людей определенные очень негативные ощущения, страх, боль, депрессию и так далее. То есть, это средства энергоинформационной войны. То есть, на самом деле это действительно применяется. Поэтому, если против вас действуют таким образом, то важно это отметить и важно понять, что это внешнее воздействие. Теперь мы разобрали, что есть внешнее воздействие, есть просто включение, то есть, рестимуляция каких-то внутренних вещей. Первое, когда внешнее воздействие, мы распознаем источник этого, что это внешнее. Самое главное это распознать. И определяем, откуда это идет. То есть, в этом случае, кстати, очень хорошо помогает прибыть на природе. Водоем, лес, то есть, там вы это воздействие не почувствуете или оно быстро пройдет. Попробуйте это сделать. Что касается внутренних рестимуляций, то тут, конечно, тоже переезд в лес, например, в местность, там, где мало, скажем так, людей, мало электронных воздействий. Это тоже поможет, но оно может, скажем так, у вас быть все равно. То есть, то, что внутреннее, ему нужно будет больше времени, чтобы выключиться. Поэтому здесь очень важным вариантом является проработка. То есть, проработка своего ума и очищение вот от этих зарядов, которые включают страх, боль, ненависть, негативные эмоции. То есть, это все тянется с прошлого. С этой жизни, с прошлых воплощений. И все это возможно, конечно же, урегулировать. Поэтому, когда я помогаю человеку, то я направляю его внимание в эти случаи, прошу их перепрожить, перепройти. И у человека, конечно же, восстанавливается его естественное состояние, здоровье, счастье. И убираются страхи, которые у человека бывают неожиданно. Поэтому мы отслеживаем, что включилось, когда это включилось и почему включилось. Потому что бывает, конечно же, это так раз и незаметно. Но если вы будете проявлять осознанность, заниматься ежедневной практикой повышения осознанности, то вы все лучше будете распознавать источник, почему это включилось. То есть, внешнее ли это воздействие или внутреннее. И, конечно же, будете гораздо проще и быстрее урегулировать это. Поэтому, кому интересно, вот именно заняться урегулированием собственного состояния, пишите мне или в комментариях, или прямо в личные сообщения. Я отдаю все свои соцсети в описании под этим видео, чтобы вы могли легко связаться со мной. И предлагаю бесплатную консультацию, где можно узнать больше о том, как справляться со страхами и паническими атаками. Вот, поэтому пишите, подписывайтесь на мой канал, ставьте «Нравится», делитесь этим видео со своими друзьями и колокольчик для напоминаний, чтобы не пропускать новые видео. Всем счастья, осознанности и свободы. И до скорой встречи.